Это новости на ННТ. Здравствуйте! В студии Патя Матханапова. Сегодня в выпуске. В поисках нетрезвых водителей Госавтоинспекция Республики проводит рейды по выявлению пьяных за рулем. И статистика, увы, неутешительная. Подробности через минуту. Аттракцион, вправду, оказался экстремальным. Следственный комитет Республики начал проверку по факту падения карусели в Касавюртовском районе. Они прожили вместе более четверти века. Сергей Меликов встретился с родителями участников СВО. Лук всему голова. В Дагестане начался сбой урожая горького, но очень полезного овоща. Четыре человека погибли в Дагестане в автоавариях за прошедшую неделю. Об этом сообщает МВД Республики. Также травмы различной степени тяжести получили 32 человека. Большинство смертельных ДТП произошли по вине водителей. В частности, два случая – это наезд на пешеходов. Еще одна печальная статистика от Госавтоинспекции. За минувшие выходные сотрудники ведомства выявили 17 пьяных водителей. В отношении двух возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Следственный комитет Республики организовал проверку по факту падения карусели в Касавюртовском районе. Качели с детьми вышли из строя в селе Куруш. Предварительно никто не пострадал. Отмечается, что это был передвижной парк аттракционов, который завезли на несколько дней в населенный пункт. Карусель рухнула уже на третий день. Родители участников СВО, проживших в совместном браке более 25 лет, отметили благодарностями главы Дагестана. Их семейным парам передал личность Сергей Меликов на церемонии, приуроченной ко Дню Семьи, Любви и Верности. Вы своим примером доказали, как можно любить, верить, прощать при определенных сложностях семейной жизни. И, конечно, отдельная благодарность многодетным семьям, потому что, когда много детей, это щедрость не только, которая воплощается в определенных материальных историях, но и эта щедрость души, это терпение, доброта, эти качества, наверное, в первую очередь характеризуют вас. На встрече с главой присутствовали семь семейных пар. Среди них и многодетная семья Муслимовых, которая в этом году будет отмечать 44 года совместной жизни. Как отмечают супруги, основной упор при воспитании детей они делают на патриотизме и любви к родине. Их единственный сын, Муслим, с первых дней находится на СВО. Сначала специальная военная операция. Я решил твердым мужским словом, патриотическим словом, оказать поддержку нашим сыновьям, которые сегодня на фронте. Первое мое стихотворение было на аварском языке, посвящено своему сыну. Вакхадир, ваш муслим, украинский. В завершение встречи семьи участников СВО рассказали о проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются. Глава региона пообещал их рассмотреть и найти пути решения. Меликов отметил, что поддержка близких военнослужащих – это главная задача, которая сейчас стоит перед властью. И к другим темам в Кизельюртовском районе в самом разгаре сбор овощей, без которого не обходится практически ни одно блюдо. И речь, конечно же, о луке. Рабочие собирают урожай в любую погоду, будь то жара или дождь. И даже привлекают к своему непростому, но полезному труду детей и внуков. О том, как этот процесс проходит в хозяйственном кооперативе села Нечаевка, расскажет моя коллега Салья Магомедова. Кусум Будаева – самая старшая в рабочей бригаде, поэтому остальные послушно возвращаются к общему делу всей команды – сбору азимого лука сорта сэншуй. Женщина уже и не помнит, сколько лет она на полях, но признается, другим ремеслом бы не занялась. Уже очень это ей по душе. Мне лично очень нравится эта работа. А почему? Я не знаю. Вот с молодости я, как вышла замуж, этим землей я занимаюсь, и вот до сих пор я занимаюсь этим же работой. Не знаю. Даже несмотря на то, что очень тяжело, да? Да, тяжело, конечно, тяжело. Ну, хочется. Я привыкла к этому, и хочется. Пока сил есть, короче, буду работать. Чтобы не скучно было, да и семья заработала побольше, Кусум привлекла к этому непростому, но полезному труду невесток и внуков. Среди них и 14-летний Расул, который в будущем мечтает стать врачом. Ну, а пока мальчик приносит пользу родным и близким, подрабатывая на летних каникулах. С детства с 8 лет хочу помогать родителям. За станком работаю, сетки снимаю. Бригада собирает лук в поле в любую погоду, будь то жара или дождь. Кепки, маски, перчатки, ведра и работники готовы. До недавних пор они все делали вручную. Эту спецтехнику местные фермеры собрали сами, чтобы облегчить себе работу. Сюда помещается собранный вручную урожай, после чего за счет этих приспособлений, они называются валы и швиллеры, подрезается луковая ботва. Далее дело остается за малым. Всю продукцию необходимо рассортировать по сеткам. А придумал такую нехитрую в кавычках технику Гаджимурат Гаджиев. Инженер-механик посвятил сельскому хозяйству 54 года жизни. Машину и не одну он собрал три года назад. Как сделал это хозяйство? Ваши работники говорят, им легче стало? Конечно. Ручки нюжни разяли, чтобы нюжни сами. А сейчас сануки сама рожит, сама сортирует первые, вторые сортиры. Фермеры из других хозяйств просят Гаджимурата и им собрать такую спецтехнику. Но у инженера нет на это времени. Сбор лука в самом разгаре. Его слова подтверждает и бригадир Абдулла. Он говорит, что уборка урожая началась в июне и продолжится до конца июля. Продукции должно хватить на всех желающих. Мы подставляем ее в Асайюрт, Махачкала, по рынкам. И бывает, у нас клиенты здесь сюда приходят, отсюда тоже покупают у нас лук. Посадили сельскохозяйственную культуру в августе прошлого года на 50 гектарах земли. И только с одного из них можно выручить от 30 до 40 тонн урожая. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Кизелюртовский район. Телегация из Донецкой и Луганской народных республик посетила муфте Дагестана шейха Ахмада Афанди. Среди гостей были богословы и общественники. Жители новых регионов России поблагодарили духовного лидера за большую просветительскую работу, которую проводят у них имамы муфтеата республики. Огромная благодарность за ту поддержку, которую имамы к нам ездят ежемесячно, каждые 15 дней меняются. И у нас благодаря этому мечети все открыты. И дети у нас каждый день проходят практические уроки, как летние лагеря тут, точно так же там. За ту поддержку, которую вы делаете, пусть Аллах благословит вас и республику. Муфти Дагестана выразил надежду, что эта духовная помощь в какой-то степени поможет жителям ДНР и ЛНР. Наши представители, имамы, вам это 10 и 20 раз вам уже рассказали, они к вам приезжают часто. За них мы очень рады. Конечно, мы не говорим, что вашу радость делить. Наверное, у вас радости не там мало, потому что кое-кто родные теряют, кое-кто соседи теряют. Хотя бы горе поделитесь с вами, наши имамы к вам идут. Мы дуа сделаем, иншаллах. Ахамдуллах. Сотни человек приняли участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» в Махачкале. Проходила она под руководством мастера спорта по тэквондо Нурмагомеда Камбулатова и была посвящена Дню Семьи, Любви и Верности. Все наши известные спортсмены, вот такие, как Хабиб Садулаев, ну, многие другие, я в том числе, бегали. И те, кто хоть сюда один раз добежал, не может быть слабым духом. Очень тяжело бегать. Кто бегал, знает. Так что у вас все впереди. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работал Патиман Ханапова. Следите за нами также на нашем телеграм-канале. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин